Здравствуйте! На телеканале Ахтуба продолжается информационный час. В студии Елена Мурмилова. Я с удовольствием представляю гостей нашей студии. Это заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Волгоградской области Анна Елисеева и генеральный директор регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов Сергей Сегаев. Здравствуйте, уважаемые гости! Добрый день! Анна Евгеньевна, в прошлую нашу с вами встречу мы расставались на том, что в следующий раз вы уже принялись руководителем регионального фонда. И вот, собственно, он уже у нас в студии. Давайте, наверное, первый вопрос этому гостю адресуем. Совсем скоро мы получим платежки уже непосредственно на капитальный ремонт домов, но вы их называете пробами. Почему так? То есть для чего они нужны? Дело в том, что в настоящий момент региональный фонд капитального ремонта формирует базу данных по собственникам помещений для определения и стоимости взноса капитального ремонта, и по определению единого реестра собственников помещений по Волгоградской области. Источники формирования базы данных, их несколько. Это информация органов местного самоуправления, информация управляющей компанией, информация Росреестра. И не всегда она совпадает с двумя-тремя источниками базы данных. Поэтому для определения и выверки данных, для корректного начисления уже в ноябре месяца, мы как раз и будем делать рассылку данного пробного платежного документа. На обратной стороне платежного документа мы будем информировать наших жителей, собственников помещений, как жилых, так и нежилых, о том, что если где-то будет некорректно представлена информация, куда они могут... А что может насторожить гражданина, который увидит этот платежный документ? Во-первых, это фамилия, имя, отчество. Это может быть квадратные метры, которые принадлежат на праве собственности тому или иному лицу. Поэтому вот эти два основных параметра мы и будем выверять путем взаимодействия в последующем и с органами местного самоуправления, куда жители могут обращаться. Они могут обращаться и в многофункциональные центры Волгоградской области, непосредственно в региональный оператор, который расположен на Козловской, 32, и в министерство ЖКХ, это как уполномоченный орган в сфере ЖКХ. То есть оплачивать эту платежку не надо? Я думаю, об этом стоит еще раз всем гражданам сказать. Конечно. Платежный документ, он будет носить как раз информацию. Значит, это фамилия, имя, отчество, наименование есть. Это юридическое лицо, квадратные метры и нулевой взнос на капитальный ремонт. То есть это как раз сделано будет для того, чтобы выведить базу данных. Анна Евгеньевна, ну вот фонд у нас существует всего лишь пару месяцев, как он начал свою работу. И очень многих интересует, на какие средства будет существовать эта структура. То есть многие переживают на то, что мы опять будем содержать очередную структуру. У нас в соответствии с требованиями жилищного кодекса и в соответствии с законом Волгоградской области расходы на содержание фонда капитального ремонта – это расходные обязательства субъекта РФ, то есть Волгоградской области. В бюджете Волгоградской области предусмотрены расходы на содержание. В виде имущественного взноса данные средства мы передаем. Более того, хотел бы сразу предупредить всех собственников и развеять их сомнения, что средства фонда капитального ремонта, которые граждане будут накапливаться, не могут быть использованы на содержание регионального оператора. Это прямой законодательный запрет. И более того, та система контроля, которая в настоящее время выстроена за деятельностью фонда капитального ремонта, которая выстроена за расходованием средств фонда капитального ремонта, даже не позволит это сделать нам при всем желании. Даже если бы такое желание и появилось, то физической возможности даже осуществить заимствование средств из фондов, которые будут накапливаться на капитальный ремонт средств граждан, она отсутствует. То есть структура будет абсолютно прозрачная? Структура абсолютно прозрачная. Более того, 100% содержание осуществляется за счет средств бюджета Волгоградской области. Программа капитального ремонта рассчитана на 30 лет, она уже сформирована, но прошла информация о том, что ежегодно будут появляться краткосрочные программы. Для чего это надо? Краткосрочный план будет формироваться ежегодно, точно так же, как и будет осуществляться корректировка самой программы. Дело в том, что мы понимаем, во-первых, и будет строительство новых многоквартирных домов, которые будут включаться в саму программу. Будет, безусловно, и исключение определенных домов в соответствии с требованием действующего законодательства из этой программы. Краткосрочный план реализации самой программы капитального ремонта, он будет составляться на основании предложений органов местного самоуправления по реализации самой программы. И, безусловно, это будет с непосредственным участием регоператора. В настоящий момент мы подписываем соглашение с органами местного самоуправления о взаимодействии в рамках реализации программы капитального ремонта и краткосрочных планов. И будут созданы рабочие группы, которые как раз и будут определять, какие многоквартирные дома будут попадать в краткосрочный план. Потому как программа, которая определяет многоквартирные дома и устанавливает сроки проведения работ, может быть скорректирована по нескольким критериям. Эти критерии, они, в принципе, озвучены 174-м законом Волгоградской области. Это и, во-первых, год входа в эксплуатацию. Второе, проводился ли капитальный ремонт на данном многоквартирном доме, либо нет. Один из, наверное, основных и в части касающих жителей как раз нашей Волгоградской области требований, это полнота взноса по данному многоквартирному дому. И третий вопрос, это уже комиссия рабочей группы будет приниматься решение, есть ли необходимость первоочередного проведения капитального ремонта. Потому как бывают случаи, когда в ходе эксплуатации, либо уже просто возраста многоквартирного дома данные, скажем так, некоторые виды работ необходимо провести в первую очередь. Поэтому как раз и рабочая группа будет определять совместно из представителей собственников помещений, органов местного самоуправления, регионального фонда, как раз те многоквартирные дома, которые будут попадать в первый очередной план. Ну а, кстати, какие виды работ предусмотрены? Вот той большой программы капитального ремонта, рассчитанной на 30 лет. У нас предусмотрены виды, которые определены жилищным кодексом. Их шесть. Повторимся, это ремонт инженерного оборудования, тепловодоснабжения и водоотведения, электроснабжения, ремонт фундаментов, фасадов, подвалов, кровли, а также лифтового оборудования. Кроме того, законом Волгоградской области предусмотрены три дополнительные вида работ, такие как изготовление проектной документации, государственной экспертизы и строительный контроль. То есть вот те виды работ капитального ремонта, которые будут проводиться в рамках 30-летней программы. Вместе с тем, хотелось бы отметить еще, что как раз-таки краткосрочные планы реализации программы, они и направлены как раз-таки на конкретизацию вида работ, которые будут осуществляться на данном многоквартирном доме. Также определяется физический объем уже данных работ и определяется стоимостное выражение. Естественно, в ценах того года, в котором будет осуществляться капитальный ремонт. Хотелось бы отметить, что программа, которая в настоящее время у нас уже опубликована, она сформирована в ценах 2014 года. И естественно, для чего нужны еще прежде всего краткосрочные планы, что они будут уточнять стоимостные выражения с учетом инфляции и стоимости уже рыночных, строительных материалов, работы и услуг. Но ведь накопление средств на счету регионального оператора – это один из двух вариантов, который был предложен нашим гражданам. Если люди выбрали все-таки накапливать вариант накопления денег на собственном счету, если они к указанному в программе году не успевают накопить просто эти деньги, что им тогда делать? Что им тогда делать? Им тогда, безусловно, необходимо привлекать заемные средства для проведения капитального ремонта, либо у них, по сути дела, переносится год капитального ремонта, поскольку один из критериев собственниками не выполнен, либо уже принимать на общем собрании собственников жилья решение об уплате дополнительных взносов, именно той суммы, на которую им не хватает. Сейчас хотелось бы отметить, что с учетом уже начала функционирования деятельности регионального оператора наша программа 812-п, которая опубликована на 30-летние, была существенно доработана. И буквально в течение двух недель она будет в итоговом варианте уже опубликована, существенно, последних редукционных изменений в газете «Волгоградская правда». И каждый собственник многоквартирного дома сможет увидеть, какой объем средств нужно накопить конкретному дому для проведения комплексного капитального ремонта, какой объем средств нужно накопить для проведения ремонта кровли, либо фасада. И уже исходя из этих стоимостных величин, ориентироваться о необходимом размере взносно-капитального ремонта. Ну а если вот та же самая история, вот я имею в виду недостаточное количество денег, случится с домом, который все-таки накапливает деньги у регионального оператора. Что в этом случае? Что касается того многоквартирного дома, где необходимо провести ремонт, и средств недостаточно, то, безусловно, опять-таки, фонд накопления будет осуществляться в границах и в рамках органа местного самоуправления. Это, кстати, один из частых вопросов от жителей области, прежде всего. И мы объясняем, что тот житель города Волгограда, либо Волжского, не будет платить за капитальный ремонт многоквартирных домов, расположенных в другом и новом органах местного самоуправления. И, безусловно, как раз практика и других субъектов показывает то, что процесс проведения капитального ремонта, он ускоряется, когда многоквартирный дом находится в общем котле. И, кстати, вот в наш адрес поступило за июль и август месяц 1300 обращений граждан, где они на общих собраниях приняли решение об открытии спецсчетов. Мы каждое обращение, безусловно, рассмотрели. В соответствии с их решениями заключаем договора на открытие спецсчетов в тех банках, которые они указали. Если же было принято решение жителями на рассмотрение рекоператора заключать договор об открытии спецсчета в кредитной организации, то данный спецсчет будет открыт в кредитной организации, который у нас выиграет по итогам конкурса, который был объявлен вчера, и где будет накапливаться общий котел, так называемый, будет открыт спецсчет регионального фонда капитального ремонта. Конечно, процесс накопления здесь пойдет больше. И, безусловно, тот или иной дом, который будет недостаточно средств, и который попал в план краткосрочного ремонта, он будет финансироваться за счет взносов других жителей. И хочу сказать, что жители, с которыми мы заключили договор об открытии спецсчета, об этом мы их уведомили. В соответствии, как один из органов, контролирующий нас, уведомили в Государственный жилищный надзор об этом, обращаются к нам, что мы не сможем на протяжении, допустим, одного года или даже полутора лет накопить на тот или иной вид работ. И что нам делать? Ну, когда, конечно, мы объясняем жителям, что им необходимо привлекать дополнительные источники финансирования в виде того же самого элементарного кредитования, отчасти даже процентные ставки тех же самых банковских наших учреждений, они достаточно высоки, и, безусловно, это будет дополнительная нагрузка, прежде всего, на собственников помещений. Они сейчас рассматривают вопрос изменения формы формирования, и хотят, некоторые из них уже к нам обратились, хотят опять вернуться в общий котел, в фонд капитального ремонта. Это еще возможно, да, поменять способ формирования? Изменить способ формирования фонда капитального ремонта собственники могут в любой момент. Для этого необходимо все-таки собрать, общее собрание собственников в помещении, чтобы оно было легитимно. Я напомню, что такого вида решения принимаются не менее чем двумя третями голосов от общего количества собственников и проголосовать об изменении способа формирования фонда капитального ремонта. Но единственное, различный момент вступления в силу данного решения. В том случае, если граждане были на специальном счете, сейчас принимают решение перейти на общий котел, данное решение вступает в силу в течение двух месяцев с момента такого направления решения региональному оператору. А в том случае, если собственники были, наоборот, в общем котле и решили теперь формировать фонд капитального ремонта на специальном счете, такое решение вступает в силу спустя два года. Вот эти сроки, они и процедурны, она полностью регламентирована нормами жилищного кодекса, и она направлена на специфику движения денег, поскольку все деньги, которые будут копиться у рекоператора, они будут, соответственно, на общем счету, и они будут, то есть региональный оператор их будет планировать, да, на проведение капитального ремонта тех домов, которые уже, срок, который попадает. Поэтому вот с общего котла на специальный счет уйти два года. Вот такие обстоятельства. Хорошо, ну давайте двинемся дальше. Все уже решение принято, и допустим, уже проведен капитальный ремонт, но людям, конечно, хочется гарантии, чтобы ремонт был качественный, и чтобы потом они не остались у разбитого карты. Кто будет это контролировать? Контроль, безусловно, и строительный контроль, и постгарантийные обязательства с подрядными организациями будут осуществлять региональный оператор. Эта норма, она закреплена и 174-м законом, и, в общем-то, сейчас мы формируем порядок отбора совместно с Министерством ЖКХ по определению подрядных организаций, которые будут принимать участие в тех конкурсах, которые мы будем инициировать, объявлять по заключению договоров на капитальный ремонт. Как раз здесь мы будем предусматривать достаточно жесткие механизмы, и, во-первых, это будут и сроки, это будут и минимальные работы по объему авансирования. Мы предусматриваем данным нормативно-правовым актом возможность окончательной оплаты с подрядной организацией только после того, когда с момента подписания акта выполненных работ будет как минимум пройдет один год гарантийный срок. А, кстати, это будут банки напрямую работать с подрядчиками или как будет строиться финансовое отношение? Значит, здесь схема будет следующая. Тот объем финансовых средств, которые будут поступать на спецсчет, значит, организация, которая у нас выиграла тот или иной конкурс по выполнению работ капитального характера, мы заключаем договор, значит, подрядная организация приступает к работе, безусловно, все эти виды работ будут согласованы с собственниками помещения, с органами местного самоуправления, будет создана единая рабочая комиссия по данному многоквартирному дому, куда будут включаться, безусловно, либо председатель совета многоквартирного дома, либо иной собственник, кому делегируют полномочия собственники помещения на общем собрании жильцов. После выполнения работ мы не позднее, чем как за 10 дней обязаны будем уведомить всех заинтересованные стороны и подрядную организацию, представители данной рабочей группы, общественный контроль о приемке выполненных работ. В общем-то, после подписания акта выполненных работ всеми странами, в том числе и представителями собственников помещений, данный документ уже направляется в банковское учреждение, где будет открыться предсчет, и только после этого банк, сверяя образцы подписи, будет производить оплату. Ну, соответственно, я так понимаю, за собственниками закреплено право и участвовать в приемке работ? Безусловно. Возвращение качества? Безусловно. Это основная позиция, так сказать, основное и право, и обязанность собственника быть небезучастным в процессе капитального ремонта. У собственника есть не только обязанность оплачивать взносы, но у него есть еще и право контролировать ход и качество капитального ремонта. Не случайно, вот Сергей Сергеевич отметил о том, что именно в акте выполненных работ уполномоченное лицо собственника, ну, либо представитель Совета многоквартирного дома будет также ставить свою подпись о том, что да, ремонт выполнен, да, объем устраивает, качество устраивает, либо писать свои замечания, соответственно, это будет право у рекоператора в свое время, в свою очередь, требовать от подрядчика необходимостью выполнить те работы, которые необходимы собственнику. И что еще касается финансовой дисциплины, если часть собственников квартир, ну, не захотят по каким-то причинам, не будет оплачивать вот эти взносы на капитальный ремонт, а дом уже, вот, сроки подошли уже, согласно программе, дом нужно ремонтировать, что в этом случае будет? Ну, что касается жителей или любых собственников помещений, как жилых, так и нежилых помещений, в любом случае мы ежемесячно будем проводить мониторинг возникновение дебюторской задолженности, с должниками у нас будет отдельно проведена работа, это и уведомления, и претензионного характера, безусловно, с должниками, у которых будет возникать задолженность, в период который, там, более трех-четырех месяцев мы будем обращаться и в судебные инстанции о взыскании задолженности, данный процесс и данная процедура, она предусмотрена у нас, поэтому, что касается, если подходит срок проведения капитального ремонта, а жители, скажем так, это как раз является одним из критериев, да, полноты взноса по данному многоквартирному дому, сейчас просто мы совместно с министерством ЖКХ определяем как раз вот эту долю, полноты этого взноса, либо это будет 90%, либо 85%, может быть 95%, то есть это сейчас цифра. Ну, чтобы те исправленные плательщики, опять же, не оказались в заложников этой ситуации. И, конечно, потому что в любом случае жители, которые производят оплату из-за, там, каких-то недопросовестных жильцов терять, скажем так, свою возможность проведения капитального ремонта, но, к сожалению, если доля это будет соответствовать ниже установленной нормы, то данный многоквартирный дом, проведение капитального ремонта на нем будет перенесен на следующий год за тем, где он был предусмотрен. Нет, ну, совсем немного времени остается, но еще на один вопрос, очень коротко, пожалуйста, вы успеете ответить. Если проведен капитальный ремонт, всех все устраивает, то исчезнет ли после этого из платежек такая графа, как содержание и текущий ремонт? Нет. Давайте еще раз проговорим. У нас жилищно-коммунальные услуги... Да, очень многие путают, и очень многие граждане говорят о том, что вот у меня уже в платежке есть такая графа за содержание и ремонт жилого помещения. Уважаемые жители, собственники, у нас оплата за жилищно-коммунальные услуги в настоящее время состоит из трех критериев. Первое – это плата за содержание и ремонт, это сюда входят текущие платежи и текущий ремонт жилого дома. Дальше у нас оплата коммунальных услуг непосредственно тепловода, газоснабжения, и теперь еще оплата взносов на капитальный ремонт. Вот взнос на капитальный ремонт – это будет приходить вам отдельный платежный документ, не в составе оплаты за жилищно-коммунальные услуги, которые вы будете оплачивать. Но если еще остаются вопросы, поскольку мы понимаем, что тема достаточно новая, министерство ЖКХ совместно с региональным оператором с середины сентября текущего года проводит выездные семинары-совещания по вопросу разъяснения как раз-таки новых положений жилищного кодекса по организации системы проведения капитального ремонта. На прошлой неделе соответствующий семинар состоялся уже в городе Волжском, он у нас был первым. В настоящее время сейчас в активной фазе проведения семинаров-совещаний в каждом районе города-героя Волгограда и со следующей недели у нас начинаются выездные семинары по муниципальным районам нашей области. Поэтому, уважаемые собственники, если остались еще интересующие вопросы, специалисты министерства ЖКХ, регионального оператора и Центра общественного контроля Волгоградской области и местной администрации готовы, приглашаем вас принять участие в этих семинарах. Более того, у нас работает горячая линия в министерстве ЖКХ и в общественной приемной, куда можно обращаться. И на Голубинскую, один в Центр общественного контроля можно обращаться за подробными разъяснениями. И на сайте министерства ЖКХ есть соответствующий раздел региональной системы капитального ремонта. В ближайшем будущем у нас работает уже активно сайт регионального оператора. Всю интересующую там информацию по вашим многоквартирным домам, а также типовые вопросы и ответы вы сможете там найти. Спасибо вам большое за разъяснение. Я напомню телезрителям, что в гостях у нас были Анна Елисеева, заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства в Волгоградской области и Сергей Сегаев, генеральный директор регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов. Уважаемые гости, еще раз вам огромное спасибо за беседу и до свидания. Спасибо вам.